Дорогие друзья, с января месяца мы готовим большое количество новых базовых программ, подготовительных программ к тфодоингу. И те люди, у которых возникают вопросы, типа, чего хочет моя душа, как услышать мою душу, каково мое предназначение, чем мне заниматься, вообще, как развить свою чувствительность, чтобы начать слышать себя, как из мира объективного вернуться в свой мир субъективный, как познать возможности моей индивидуальности. Вот у кого возникают эти вопросы, для тех будет набор базовых программ, их будет много, они будут проходить в разное время, и у вас будет личный выбор, выбрать ту или иную программу, пойти туда, куда вы захотите. И ближайшая программа, которая будет стоять в январе, называется «Взаимодействие с душой». Вести ее будет Евгений Волков. Задача курса – осознать себя единым со всем сущим. Это определенное состояние сознания. Определить, где находится душа, какова она, чтобы она для вас была проявленной, чтобы вы могли ее чувствовать и взаимодействовать с ней. Рассмотреть структуры психики и место в них структуры души. И начать разговор с ней, начать себя слышать. Вот, наверное, последнее – это самое сложное, потому что к этому моменту уже через определенные практики, наработки внутренних состояний сознания, у вас уже появится какой-то практический опыт. У кого не появилось на одном курсе, появится на другом. Поэтому программы разные. Кому-то для того, чтобы начать общаться с душой, надо просто сесть, загрузиться и начать общаться. А у кого-то это занимает год тренировок. Понимаете, мы все очень разные. И поэтому, чтобы вас не останавливало, что я вот был на этой программе, но у меня ничего не получилось, мы подготовили много разных программ с разных углов восприятия. И их будут вести разные тренера. Тот, кто вам больше подходит. Оттенки будут разные. Чтобы где-то у вас получается лучше, где-то хуже, но чтобы вы все равно смогли проделать этот путь и найти дорогу к себе, к себе настоящему, к себе искреннему. Программа взаимодействия с душой, я ее отношу к очень простым, к базовым, к начальным. И очень хочется, чтобы у человека она получилась с первого раза. Но если такое не случается, вы не переживаете и тренируетесь дальше. На самом деле инфодайвинг – это сплошной процесс тренировок. И даже сейчас, когда мы работаем на консультациях, мы постоянно продолжаем тренироваться. Тренироваться, работать над собой. И каждый раз мы углубляемся дальше, дальше и дальше. Просто один раз придя в инфодайвинг, вы поймете, что это путь длиною в жизнь. Путь к себе настоящему.